Жара 32 Историки утверждают, что мороженое было изобретено в 4 веке до нашей эры. В Древнем Риме и Китае его делали из маленьких кусочков льда, из снега и из фруктов. Узнаем, что об этом думают сладкоежки. Я думаю, что они брали лёд, самый обычный лёд, ну или снег кушали. Вообще в 4 веке до нашей эры быть сливком. Были, динозавров доили и были сливки. Ты чё? Мне кажется, из камней и земли. А как же его тогда ели? Ну, добавляли там муки, свеклы. А как хранили мороженое? В глубоком погребе, скорее всего, яму вырывали и закрывали камнем, чтобы температура не повышалась. Лёд запасали, его обкладывали соломой. Нам там, наверное, хранили. Можно делать и сразу же съесть. Представьте себе, 16 век, Франция, время правления Екатерины Медичи. За разглашение рецептуры мороженого грозила смертная казнь. Узнаем, что об этом думают люди. Очень даже хорошо. Секреты не нужно раскрывать. На то они есть секреты. Ну, наверное, лишать людей удовольствия попробовать вкусное лакомство – это неправильно. Пришлось бы умереть, чтобы люди знали вкус мороженого. А вы бы поделились рецептом? Наверное, нет. Вы хотите, чтобы всё мороженое досталось вам? Да. Да. Картофель, креветки, чеснок, квас. Чего только не добавляют современное мороженое. Да и способы приготовления разные. Вы думаете, мороженое только замораживают? Ха, ничего подобного. Его ещё и жарят. Здравствуйте. А вы когда-нибудь пробовали необычное мороженое? Да, сегодня несколько. А какое? Белые грибы. А из чего оно сделано? Наверное, из молока и белых грибов. Из грибного супа со сметаной, наверное. Наверное, самое необычное было чёрное. А из чего оно сделано, знаешь? Ой, я вот честно не знаю, но там был какой-то клубничный привкус и чего-то кисленького. Клюкву, наверное. Ладно, я тогда скажу, что оно из нефти. Представляете, есть такое чесночное мороженое? Ну, представляем, да. А попробовали бы? Нет. Вряд ли. Нет, нет. Ну, это же интересно. Может быть, но я бы не решила, если бы. А из кваса в России такое есть? Из кваса, да, можно попробовать. Да. Потому что мне нравятся вот такие экзотические вкусы и пробки что-то новенькое. Ну, раз тебе нравятся экзотические вкусы, то попробовала ли ты мороженое с лапками насекомых? Ой, вот с лапками насекомых точно нет. Ну, к примеру, там, комариков, ну, таких. Комариков. Буравьями, можно. Народ. Народ у нас рисковый. Есть, что попало. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Этому спору уже не одно тысячелетие. Давайте узнаем, вредно или полезно. Скажите, вот я поддерживаю свою фигуру, вредно ли мне есть такое мороженое? Я думаю, не вредно. Если там ничего вредного нет, то можно. Девочки, посмотри на мою фигуру, я не поддерживаю свою фигуру, мне уже не страшно. Какие болезни лечатся мороженое? Воспаление хитрости. Жар. Жар? Да. Когда тебе жарко будет, съешь мороженое, и все, все в порядке. Надо на ранку, по-моему, приложить рукам. Оно даже хрустит, она даже хрустит, да. Надо попробовать, правда, может, ранки лечат. Немножки там делать. Да, кстати, отлично. Банки. Самое сытное, это шоколадное, 236 калорий. Ну, конечно, не обед, но перекус. В летний день жарко не только людям, но и их животным. Интересно, достается ли четверолапым друзьям мороженое? Как вы относитесь к мороженому для собак? Ну, то есть, вы бы сделали мороженое отдельно для собак? Да, скорее бы, да, потому что мою собаку приходится кормить этим же мороженым, который не я. Я очень поддерживаю эту идею, наверное, им понравится. Для кошек со вкусом мышей. А для собак? А для собак, ну, наверное, с косточками. А какое мороженое ты любишь в собаках? Какое мороженое должно быть самым идеальным? Сложный вопрос. Наверное, это должно быть мороженое, облитое сотней сиропов, посыпанное сотней посыпок и с сахарной ватой. Со вкусом пони? Со вкусом, да, радуги и фей. Ну, да, думаю, это круто. Возможно ли жить без мороженого? Конечно же нет. Ведь оно такое разное, белое, черное, красное, жареное. И не важно, полезное оно или нет. Ведь отказаться от него просто невозможно. С вами была Лиза. Без пяти репортаж специально для ВИК-ТВ. Доброе. Продолжение следует...